всем привет сегодня у нас опять поручение начинаем по крайней мере с поручения там как пойдет это действительно выдающийся роман да вот этот выдающийся роман то насколько я помню он открывает доступ к одному из мировых заданий поэтому я решил его записать и потом когда если когда-нибудь мне получится получить доступ к этому мировому заданию я вставлю это видео в него так посетите сервер джун кити давай поговорим джун кити крайний срок сдачи рукописи завтра больше никаких задержек бесполезно меня подгонять я застрял на поворотной точке сюжета и у меня писательский ступор о чем вы спорить и что ты как раз вовремя нам не помешает голос разума я сигару редактор издательского дома я а это джун кити писатель из которых за которого я отвечаю его нового романа не буду очень популярен но никогда не укал не укладывается сроки иногда даже задерживать срок сдачи рукописи на несколько недель и он конечно же в своем репертуаре если вы не сдадут не сдаст рукопись к завтрашнего дню я не смогу отдать печать номер за этот месяц почему бы нам не отложить выпуск наши преданные читатели все равно заплатят за него не говори глупости если роман не будет регулярного у романа не будет регулярно продолжение его репутация будет подмочена но у меня совсем не вдохновение я не буду писать лишь бы что сюжет должен быть захватывающим но другие писатели уже сдали свои рукописи остался только ты может быть джун кити просто нужно немного вдохновить вот именно видишь они меня понимают не нужно вдохновение пойду прогуляюсь поиска вдохновения думаю она не заставит себя ждать и в прошлый раз ты говорил то же самое чтобы уйти от разговора в этот раз такое не повторится но в этот раз у меня правда не вдохновение поверь мне хотя бы раз хорошо это в последний но это последний раз больше никаких задержек понял понял я понял похоже на этот раз мне придется сдать рукопись рукопись вовремя пойдем поищем вдохновение если бы найти вдохновение было так просто но мне придется как-то это сделать иначе сигеру затрет меня в порошок в главе надо которой я сейчас работаю главный герой готовится к следующей большой битве ему нужно мощное оружие дай подумать давай сходим в кузницу аминома ну давай сходим в кузницу аминома по моему куда-то туда искры летят когда молот ударяется на ковальню кузница аминома это место полной энергии кузницы используют самые простые инструменты чтобы превратить прототипы и сырые материалы минералы в мощное оружие если при ковке используется алхимией разве нельзя создать неразрушимое оружие тут проблема в том что в этих диалогах мне нужно выбирать какие-то определенные варианты ответа чтобы получить доступ к мировому квесту она я не в курсе какие давай будем так так получится подбирать если приковки используется алхимия разве нельзя создавать неразрушимое оружие алхимия не способна на такое да это отличная идея у главного героя должно быть самое сильное оружие выкованное с помощью алхимии я чё не тот вариант выбрал что там по-моему было сказано не не способна на алхимии блин что-то я не понял может я неправильно прочитал а еще этого оружия должно быть потрясающее название и потрясающая песня история вот он и штар пойдем не нужно рассказать об этом сигеру что я не понял я вообще правильно прочитал текст нет я нашел вдохновение в кузнице аманова правда ты действительно собирал материал расскажи что-то придумал однажды ночью на главный герой внезапно снизошло озарение и он получил непревзойденную алхимическую способность воскрешение меча он может превращать ржавый клинок мощное оружие просто произнеся его имя и таким образом что что не так ты что опять взялся за старое за что ты опять собираешься добавить главного героя новой способности чтобы продолжить историю и ты будешь добавлять новые нюансы к этим способностям пока не закончишь главу я прав неважно насколько тебе нравится персонаж перестань давать ему слишком много способностей это запутай читателей но я всегда так писал так ведь интереснее читателям нравится не надо говорить мне что нравится читателя многие уже устали от их бесконечных придумок твоя идея слишком консервативно давно послушай давай послушаем что скажет и штар и штар кто из нас прав честно говоря вот если от себя говорить то я прав вот с этим вот издателем с этим вот дядька из сигару который я с ним прав потому что ну блин я читал такие книги где у главного героя все больше и больше разных разнообразных способностей и концу книги ты уже просто не понимаешь что чем он владеет что он умеет ты просто запутался и забыл блин это раздражает и бесит так что тайки эти я не помню какой вы должен вариант выбрать чтобы получить мировой кривий квест поэтому давайте сейчас я конкретно выберу тот который мне нравится вообще-то сигару говорит разумные вещи разумный разумность не заменит хорошего сюжета разумный сюжет был бы скучен без захватывающей истории когда придет время закончить историю ты садишь с ума пытаясь связать концы с концами я делаю заметки у меня не будет проблем с концовкой тебе приходится делать заметки чтобы запомнить и детали хочешь чтобы читатели тоже делали заметки ну я не говорю что ты не можешь добывать добавить новые способности просто ты должен помнить сколько их и когда они добавляются написание романа похоже на марафон если ты слишком усердствует начале то быстро выдохнишься ключ к успешному роману постоянно движение вперед шаг за шагом поверь мне хорошо хорошо и чё на это все блин я надеюсь что я правильно выбрал варианты ответов потому что он блин ловить следующий квест и снова его делать блин не знаю там надо будет еще потом поискать информацию интернете в какой момент где мне искать продолжение этой квеста и когда и и надо ли еще повторять этот квест как ты не знаю фиг узнает мы с нему разберемся но сейчас я пока прерву запись записи отложу до того как появится продолжение и сегодня у нас опять поручение и это снова это действительно выдающийся роман мы я это задание уже делал этот делик делал и делал я его для на видео потому что от она открывает доступ к мировому заданию когда что-то мнение редакции или что-то тип того я уже забыл ладно пока что это сейчас не так важно в дальнейшем выясним как правильно называется важно то что я этот крест уже делал уже делал и думал что этого достаточно чтобы получить продолжение но продолжение не получил покопался в интернете в чем проблема и оказалось что вот этот крест во первых надо выполнить дважды и выполнить выполнив его дважды нужно поддержать обоих авторов то бой с людей и сегиру и дюнкити и редакторы и автора надо поддержать по очереди чтобы получить какую-то там ачивку я фиг узнает какую и чтобы получить доступ к следующему ежедневному опять же заданию которое неизвестно когда выпадет блин вот эти вот ежедневные поручения которые нужно караулить меня вот это бесит ну фиг ли с этим сделаешь и только после того как и все 3d или получается вы будут выполнить то есть дважды вот этот крест и один раз следующий там по цепочке забыл как называется будут выполнены тогда только будет получен доступ к мировому заданию ну ладно раз уж такая песня пошла давайте будем делать этот крест снова только вы только в этот раз выполним то есть этот раз мы поддержим автора прошлый раз я поддержал издателя ну это было мое чисто чисто же мое желание ну что я считаю что издатель вот этот сигеру прав в своих упреках в сторону вот этого дюнкити но раз уж нам нужно поддержать и не только редактора но и автора тогда придется сегодня нам поддерживать автора хотя мне это и не нравится ну да ладно чего не сделаешь ради квеста дюнкити крайний срок сдачи рукописи завтра больше никаких задержек бесполезно меня подгонять я затирал повторной точке сюжета и у меня писательский ступор блин честно говоря я не вижу смысла вот это сейчас читать но потому что это все будет то же самое поэтому я сейчас читать не буду хотя она прочитаю и старты как раз вовремя нам не помешает голос разума я сигеру редактор так нет не буду читать не зачем не читать тоже 100 что уже известно мы прочитаем уже когда я потом другого другой вариант ответа выберу тогда и прочитаем может бы дюнкити нужно немного вдохновения это по моему же был это было все там было то это было это все нам знакомый текст я ведь совмещу все эти видео в одно так что ну пойдем поищем вдохновение опять же здесь выбирать неважно что ты выберешь насколько я понял поэтому сейчас просто будем тыкать куда попало куда она сейчас отправит там несколько вариантов вроде куда сможет отправить наблюдайте за досинами вместе с дюнкити а но тут в этот раз будем за досинами наблюдать прошлый раз мы вроде бы в кузницу ходили в этот раз мы пойдем в гадасина ну это опять же насколько я понял если верить подсказкам интернете гайдом интернете она никак не влияет на последующие квесты мы просто ищем вдохновение и неважно где нам главное в конце поддержать автора они редактора прошлый раз мы редактора поддержали в этот раз нужно автора поддерживать главное помнить об этом а то я могу и забыть один китти досины следят за порядком хана мать заки ни один преступник не останется незамеченным по сюжету рыцари противники имеют те же обязанности что и досины но чтобы было интереснее давайте сделаем их 10 раз сильные и как же главный герой с этим справиться ну я наделю главный герой мастерство маскировки например возможностью свободно менять внешность и голос еще одна сверхспособность это скрытая способность главный герой встреча с определенными врагами лучший способ раскрытия ты только что это выдумал нет так было задумано самом начало давай оставим все как есть пойдем расскажем сегеру про мою идею блин тупой автор нафиг вот я ненавижу таких вот авторов которые добавляют способности всяких навыков короче делают имбу из из героя какую-то невебенную имбу которая потом сам он дофиг и не помнит какими способностями он обладает редактор в этом плане прав он как раз на это на эту тему делал ему замечание то что слишком много способностей блин вот эти вот ребята не не дадут ли потом какой-нибудь квест уж больно странно не стоят ладно неважно вот не люблю таких авторов которые налепят накидают кучу всяких сверхспособности силы какой-нибудь героем и потом фиг сам черт ногу сломит в том какими способностями он обладает имбу какую-то сквест в органе интересно уже читать под конец ну хоть я и согласен с редактором но тем не менее в этот раз мы должны поддержать автора мы наблюдали за работой достинов и меня сильно посетило вдохновение очень хорошо расскажи что ты придумал у главных героев внезапно пробуждается способность маскировки позволяющему свободно менять внешность и голос назовем это зеркало иллюзий в том случае как бы сильно не отбивался враг он не сможет остановить главного героя ты что опять взялся за старое за что именно ты опять собираешься добавить главному герою новые способности чтобы продолжить историю и ты будешь добавлять новые нюансы к ним способностям пока не закончишь главу я прав неважно сколько тебе нравится персонаж перестань давать ему слишком много способностей это запутать читатель вот об этом я и говорю я полностью согласен с автором я вот не люблю такое но я всегда так писал так ведь интереснее читателям нравится не надо говорить мне что нравится читателям ноги уже устали от их бесконечных придумок то идея слишком консервативны давай послушаем что скажет и штар и штар кто из нас прав просто в прошлый раз я поддержал сигеру выбрал вот этот вариант вообще-то сигеру говорит разумно вещь и я хотел бы сейчас новое тоже выбрать потому что я совершенно не согласен с автором я согласен именно с редактором но сейчас ради делика ради ради продолжения этих заданий ради квестов там все дела мне придется выбрать этот вообще-то идея дзюнкити не так уж и плоха не так уж и плоха если он продолжу писать том же духе он сам себя запутает видишь и штар на моей старине значит моя идея понравится читателям самое главное романе это захватывающий сюжет я всегда об этом помню ты не волнуйся я знаю что делаю глава обязательно получите единодушную похвалу вот увидишь прости редактор но выбора у меня нету блин единственная проблема в том что мне так и не выпадает по идее вот как я если верить подсказки ну то есть гайдом интернете по идее мне должно было продолжение выпасть еще после первого выполнения квеста но у меня почему-то этого не произошло ну как почему-то потому что это рандом блин и если опять выводит этот квест я дальше записывать уже не буду его я буду дальше просто поочередно выбирать один из вариантов вот этих до тех пор пока мне не выпадет продолжение я там запомнил как где-то записал там как она называется надеюсь я его не провороню в общем было тогда только я включу записи и добавлю уже к этим квестом уже мной выполнен продолжение и соедини все в одном видео а сейчас перерывчик опять наверное или пока или перерывчик посмотрим всем привет а хотя какой привет мы же продолжаем просто блин вот это вот выполнение ежедневных поручений спустя несколько дней недель блин постоянно сбивает мне с толку я забываю что я не начинаю сначала как бы продолжаю в общем мне наконец-то выпало поручение этот роман выглядит знакомо посетите сегерой динкитти динкитти автор из датьской дома я и столкнулся снова для себя проблемы это у нас продолжение поручений из этих вот писателей как называется то блин сейчас найду мне не редакции в общем ну ладно не важно как называется главное что эта цепочка поручений которые откроет мне доступ к мировому квесту все с этими с репутацией и надзума который мне на самом деле уже не нужно так я на максимум уже прокачал себе репутацию ну да ладно выполнять все равно надо так поговорим с сегерой с меня хватит ли давай сколько ты будешь умолять я бросаю писательство архонты ты угрожаешь мне этим уже седьмой раз и ни разу это не было серьезной угрозы по какому поводу вы в этот раз ругаетесь наконец-то ты здесь путешественница ты должна мне помочь с тех пор как ты последний раз стала на его сторону начал постоянно перегибать палку он устал установил на меня десятки правил от название до устройства сюжет он хочет создать список писательских стандартов как я могу писать с таким в таких условиях если ему хочется соблюдение всех этих бесконечных правил почему бы ему тогда самому не написать этот этот роман это принципы писательского мастерства который я звук успе из успешных романов проверенные верные рекомендации это навязывание формулы для других романов моему произведению что я в итоге пишу свой собственный роман или куб копию копирую чужой я бы никогда не стал писать настолько педантично если ты хочешь чего-то подобного то напиши это сам кроме того разве в издательском доме я уже не я и уже не пытались не пылиться сотни подобных романов это просто плохая раскрутка это вовсе не означает что сами романы это не имеет никакого отношения к стратегиям продаж это связано исключительно с тем где как авторы написали свои романы возможно ты не знаком со всеми из них но я как автор прочитал все книги опубликованы издательским домом я путешественница не могла бы ты достать для меня несколько романов нам сигеру нужно серьезно поговорить оба все об этом всем давайте блин на самом деле вот это довольно сложный вопрос с одной стороны в прошлом бы в прошлый раз спор вообще в чем заключался в том что вот этот вот дзюнкити он слишком сильно накручивая добавляет слишком много всяких способностей добавляет своему герою из-за чего в конечном итоге писал читатель путается в способностях героя то есть слишком слишком имбовым гиг главный герой был в этого у автора и в принципе здесь в тот раз я был вполне согласен с с редактором то есть редактор был прав говоря что слишком много всяких всяких наворотов автор накрутил в книге в своей но в данном вот как раз момент тут опять не прав уже на этот раз редактор я считаю потому что так сейчас очихну здесь не прав редактор потому что слишком сильно ограничивать писателя тоже нельзя потому что иначе тогда их правда все все произведения будут как под копирку тут нужно как-то найти и умудриться золотую середину и при этом чтобы сохранялся авторский стиль чтобы уникальность произведения было и при этом чтобы действительно не стоило накручивать слишком много всяких способностей и прочего фигни довольно сложный такой вопрос на самом деле ну да ладно сейчас не это важно чё тут выбрать должен для продолжения квеста болеть я не знаю даже на меня какие то это на самом деле наверное не так важно я думаю давай выберем какие мне романы принести просто принеси мне романы которые у меня уже есть я часто пользую использую их как предупреждение сам себе о том как не стоит писать на дети три романа которые соответствуют требованиям типа ну ладно так три романы и какое должен все наверное лучше наверное взять так ну давай вот это смотреть что это у нас эта книга называется литературный клуб удивительно лаконичное название этому дается то ли погибнет завтра довольно длинное впечатляющее название это маленькая ложь честного кота непонятно название чем это книга идеальный план да наверное идеальный план из пищу знал что нужно брать так где они эти книжки фэнтезийный роман судя по множеству книг своим хитроумными ходами она привлекла немало читателей напряженный роман судя по манжете книги своими хитроум ходами она привлекла немало читателей традиционный роман манжета книги гласит о ее скрупулезном сюжете времени и месте действия традиционный роман мне кажется наверное вот эта книга потому что вот слишком скрупулезный сюжет и времени и месте действия но давайте на всякий случай уточню сейчас в гайде потому что не хочу ошибиться мне нужен доступ к миру к мировому заданию давайте вот литературный клуб вроде бы сказано давайте попробуем его передать путешественница принесла романа который тебя просил давай посмотрим что у нас вот этот литературный давайте передадим как указано в гайде ну и я сам подозреваю что именно его надо потому что скрупулезный сюжет и время и место действия продуманные блин то вряд ли это то чем то чему что ему нравится так отдать да вот этот я помню что написано он был превосходный сюжет был отлично продуман редакторы его высоко оценили кроме того и продажи тоже были очень даже ничего правда однако он был настолько зажат своим строгим прямолинейным сюжетом и негибким построением мира что в итоге не осталось никакого места для расширенной вселенной в конце концов он просто стал слишком однообразно он постепенно терял читатели потому что ему не хватало для длящейся свежести истории в конце концов он потерял всех своих читателей бесславно угас будь то мир романа или его сюжет если загнать себя в такие жесткие рамки все твои истории будут выглядеть одинаково ты упрешься стену я не хочу чтобы это случилось моим роман самое главное что должно быть у истории это живая энергия если если автор сам не заинтересован своей истории как он может заставить читателей почувствовать какую бы то ни было вовлеченность сигеру я понимаю я не подозревал что ты так много думаешь о подобных вещах не удивительно что ты смог написать такой роман какой не буду я не хочу ограничить твой творческий потенциал но я видел слишком много автора которые испортили свои работы из-за необузданного полета воображения дюнкити чтобы ты что ты думаешь о писательском мастерстве я считаю что все дело в желании творить писатель у которого нет желания творить не сможет создать текст привлекающий читатели на мой взгляд важнее чтобы писатель проявлял сдержанность выражение этого творческого желания как ты тут должен что-то должен что-то определенное выбрать или как надо я должен выбрать судя по году я должен выбрать вот этот вариант видимо мне не под силу переводить переубедить его сигеру я ну не я автор этого романа ты я просто редактор который должен помочь тебе закончить его если ты настаешь на том чтобы остаться при своих принципах то воплощаю жизнь по собственному смотрению не могу сказать что с тобой согласен но я постараюсь понять тебя спасибо тебе сигеру не за не за что конечно же я понимаю почему ты думаешь так как думаешь но ты должен понять и мою позицию например да например еще один день подходит концу а я все еще в глаза не видел твои рукописи я думаю не рано или поздно помирятся что ли там не знаю ладно мы сейчас получается вы парень выполнили ежедневное поручение и теперь у меня вопрос как не получить продолжение так вот смотрите по идее сейчас прямо сейчас должен получить появиться над ними значок задания но этого не произошло вообще ну-ка давайте попробуем выйти из игры и перезагрузиться может быть что-то получится но если в нет так нет что ж будем ждать следующего и следующего вводения квеста наверно так вот еще один квест из цепочки про романа короче забыл как называется цепочка в общем сомнительный роман посетите сигару дзюнкити сигару редакт издательского дома я и стоит на пороге без прецедентного кризиса прошло уже два месяца наверное с тех пор как с тех пор как я начал выполнять вообще вот эту цепочку и это уже начинает калить вот это вот необходимость эти вот кару лететь эти цепочки квестов это ну блин бесит уже надоедая скорее бы избавиться от них а что то кто скорее избавиться а ну что потом все равно придется еще другие в сумеру те же к самой квесты делать так что точно такие же квеста ну как точно такие же тоже зависящие от ежедневных поручений и меня это раздражает ну да ладно выбора нету их доделать надо раз если я хочу продолжить продолжение получить тебе известно что пишет у нас читатель последнее время их отзывы все хуже и хуже не волнуйся это всего лишь затишье перед большой буре успеха когда ключевой момент сюжета будет раскрыт мы увидим настоящий переворот в этих отзывах но какая будет от этого польза если на тот момент вы роман загнется что происходит слава архонтам что ты здесь путешественница последнее время дзюнкити приписывать слишком много совсем неумеренных способностей главным героем не буду просто одну за другое на заду одну за другой все после этого своего вдохновляющего путешествие издательский дом я получил много негативных отзывов отзывов от читателей которые говорят что не понимает откуда появляются все эти способности они считают что автор не воспринимает историю всерьез они не знают о чем говорят просто продолжат продолжу писать они в конце концов все поймут вот такие вот авторы меня честно говоря тоже раздражают я вот много читал таких книг где все больше и больше способности там возможности силу это у главного героя появляется и уже ближе на середине ближе к концу книга мне настолько надоедает подобные книги что я просто ее бросаю и так не дочитав это блин действительно уже надоедает раздражает подобное подобное нагромождение всякого всякой всячины в книге это блин не понимаю чем думаю такие авторы как я уже говорил публикацию твоего романа прекратят задолго до того волшебного дня когда это произойдет ладно мне уже надоело убеждать тебя насколько я понял то помню тут в округе живет несколько читателям не буду почему тебе не пойти не узнать у них как им нравится твоя идея именно так и сделаю я уверен что они то все понимают пойдем со мной и штар будешь свидетелем отлично да возьми путешествие с собой так ты не сможешь потом превратить переврать то что они сказали я обо всем позабочусь да пошли уверен что мы пить читатели меня поймут а сколько всего нового ты в итоге добавил но так лишь самой малость самую малость у главного героя скоро будет больше способность чего всех остальных персонажей вместе взятых идем же уверен что мои читатели поймут всю прелесть моего замысла сильно сомневаюсь в этом но если поймут то я вы разочарусь в твоих читателях которых ты выберешь блин это в люксе неюдзо юдзо почему а это блин ну понятно все деньги я блин сначала думал почему метка на нем а это этот сам автор как раз добрый день чем могу помочь здравствуйте вам последнее время часом не доводилось читать и не буду а доводилось и он мне понравился вот только как бы сказать последнее время время сюжет немного странноват главный герой постоянно обретает новые способности сразу же может победить любого кто перешел ему дорогу мне нравился у него не буду за находчивость которая требовалась проявлять главным героем для достижения победы над своим противниками а теперь мне кажется автор немного разленился практически все способности которые получают главный герой используются лишь один раз из-за этого история кажется крайне небрежной понятия не имею что это взбрело автору в голову ну может спросим еще пару человек уверен что это единичный случай нормальная дамочка и довольно слишком вежливая по моему надо было на матах его покрыть этого автора хасыгала здравствуйте вы что-то хотели здравствуйте вам последнее время часом не водить где доводилось читать о небуду а как же очень интересный роман персонажи сюжет просто замечательные но в последнее время 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 создается впечатление что автор начал работать спустя рукава теперь у главного героя постоянно появляются из ниоткуда новые способности все без какой-либо предпосылки или причины несмотря на то что в книге это называется пробуждением что-то слишком много раз он пробуждается думается мне думаю что такой дешевый сюжетный ход обесценивает и персонажа я очень надеюсь что автор пересмотрит этот свой ход и штар давай давай может спросим кого-нибудь другого парень ты долго будешь ерундой страдать двое уже какой двое трое и считай меня четверо тебе говорят что это хреново хреновая идея так делать добрый день у вас найдется минутка чтобы ответить на пару вопросов здравствуйте вам последнее время часом не доводилось читать и не буду читала очень симатизирую главного героя но в последнее время что-то очень тяжело заходит почему тяжело в последних нескольких главных главных герой с не взошел целый водопад не объяснили небесной маны в виде кучи неожиданных новых способностей автор много пишет о том как эти способности у него пробудились и как их использовать но я уже счет им потерял вспоминать их название становится все сложнее и сложнее честно говоря я уже даже ни одного припомнить не могу они разобравшись со всеми эти способностями боюсь не смогу понять о чем пойдет речь если последующих частях я думал что может быть стоит отложить пока этот роман и переключиться на что-нибудь менее запутанное эх думаю думаю на сегодня хватит да уж не почему я не понимаю почему это происходит что здесь непонятного блин ты просто и реально уже обленился блин охренел детям это чок она канала к на а это канал я думаю блин чуть такое пойдемте пойдемте к сегеру давлены все думаю я думаю расторгнуть скорее всего с этим автором дом я уже был нормальный тумья уже давно бы расторган расторганул нормальный издательский дом давно бы уже послал такого автора далеко и надолго видно же что он реально уже раздлинился ему уже фантазии уже отказывает он не знает о чем писать ну что как пошло прошло вы собрали читательские стоп а почему такой подавлен какого рода отзывы вы получили путешественница рассказывать сегеру о произошедшем эх что же дзюн китти теперь ты видишь как обстоят дела не могу поверить как то вы могло произойти мои идеи мое творчество больше никому не интересно как я уже говорил продвижение сюжета лишь за счет наделения персонажа новыми способностями опасной затеи его множество но множественные новые качества могут на первых порах пользоваться популярностью но как только новизна иссякнет они начинают вызывать у читателей лишь скуку я и так говорю основываясь на годах опыта понимаешь знаю однако еще по не поздно поправить дело плохие отзывы предыдущих главах уже не изменить но мы можем вернуть последующие главы на прочную основу спасибо тебе путешественница лучше пусть пострадает сейчас если бы он продолжил и дальше так писать в итоге для него бы все несомненно вернулось куда хуже так что спасибо все твои вот твои честно заработанные деньги пожалуйста возьми ура кажется ура да так первым делом достижения получили мы достижение мнение редакции помогите себе родинки эти вернуться на творческий путь помогли хорошо отлично такая-то чё такое поручение ладно потом и самое главное теперь я наконец-то вот видите значок наконец-то открылся квест это то чего да мировой квест открылся наконец-то репутационный и на зумский давайте его тогда сейчас сразу и выполним раз пошла такая пьянка это моя новая задумка непревзойденный ниндзя используют всевозможные способности чтобы проникнуть на вражескую территорию тайна добыть необходимые сведения всевозможные способности вы чё хотите сказать что он опять за старое взялся ох и сколько так называемых способностей ты собираешься дать этому ниндзя на этот раз но это зависит от ситуации значит и еще не думал об этом все в порядке я имею ввиду что если ограничивать себя средствами повествования то вы не сможете адаптироваться к развитию сюжета опять ты за свое если бы ты заранее определился этими средствами твое творчество не было бы таким хаотичным я у меня есть твои свои творческие методы и понятно повествование должно стоять на первом месте оно не может быть сковано этим средствами это просто безответственно о чем вы спорите о это ты я думал о том как построить роман о ниндзя но сигера снова критикуют мои идеи я не говорю что твои идеи плохи сами по себе я просто прошу тебя сначала определиться со структурой повествования и только потом начинать писать нет нет я не собираюсь сразу раскрывать все средства и строить повествование вокруг них это слишком банально повествование самое важное в романе вокруг не вращается все остальное даже обстановку обстановка и средства повествования ты я не ссорьтесь забудь ты все равно меня не послушаешь я останусь верен своим творческим принципам что бы вы ни говорили путешественница раз уж ты здесь почему бы тебе не рассудить нас ну и мне прямо сейчас надо прочитать роман тебе просто нужно послушать как дзюнгити рассказывает о структуре нового отрывка который он придумал после этого просто подумай как бы поступил этот ниндзя таким образом дзюнгити должен получить необходимую ему обратную связь о том что происходит когда он пишет по своему усмотрению это ладно договорились я рассчитываю на тебя путешественница я расскажу тебе эту историю просто действуй как тебе кажется будет естественно давай покажем сегир насколько потрясающим может быть история не связана этими средствами повествования ох уж сомневаюсь ты я тогда начнем я начинаю итак это ниндзя в одиночку проникает во вражескую крепость готовить украсть жизненно важную информацию ты готова поиграть в скрытного ниндзя сделав все необходимое приготовление ниндзя незаметно проникает в крепость чё понял это мы сейчас будем ниндзю отыгрывать этого этот ниндзя был чрезвычайно осторожен прежде чем действовать он тщательно смотрел окрестности я не дочитал как я должен выдать свое мнение если я не успеваю просто дочитать а вы че издевайтесь разработчики ну когда будет следующий опрос им такой блин на эту тему предъяву накатаю оказывается в лагере нельзя был готов двигаться дальше по плану он был совершенно уверен в чем-то все держитесь я вам теперь сейчас в каждом опроснике будут на эту тему задвигать нафиг свою что думаю об этом поводу не понял не понял а чего а чего а чего а куда а чего а куда вы что издеваетесь я не понял а куда мне надо это так а я кажись это что-то я не понимаю я в тупике я не понимаю куда куда идти то ё-моё тут же некуда идти вы что шутите вы что шутите такие вы чё народ а не понял я думаю пол надо проломить ну-ка а что если погоди-ка блин я и не могу сменить персонажа может пол надо проломить как-то ну это в первый раз такая схема он ничего не выделено у меня еще при этом представляете а а точнее неизвестил врагов впереди возможно звук ломающихся досок настажил противника ну думаю невозможно так оно есть блин а 3 и знал бы что придется драться я бы отряд сменил но я не знал что мне придется драться блин вот этим отрядом который у меня сейчас я вообще-то прохожу это ресурсы собирал собирал руду он мне не предназначен для боя ё-моё тут единственный кто может воевать это но и иди во вход а когда не можешь идти во вход бить врагов неплохой вариант так снова закрытая комната нельзя прекрасно понимал что тонкие деревянные доски на полу в окне нельзя заметил еще одну комнату по соседству но он подумал что ему все же следует я не да успеваю дочитать чудище бля ага о вообще думаю мы не уйдем с пустыми руками должен сказать что ваш навыки поиски похожи на навыки бдительного чего-то что вы здесь делаете как насчет того чтобы написать или этот нельзя чего блин отряд вообще не предназначен для драки мне еще и 0 сейчас пересобирается посылу как получил шестую консту я пересобираю 0 сейчас меняю и артефакты она у меня блин вообще них рена ни на чё негодно сейчас их ладно все равно делать них и сейчас все будет всех будем юзать непонятно зачем а ну м м о наконец так что не тут есть полезненько ничего так теперь можно идти проламываться сквозь пол так легко сказать легко сказать а вот смотри активируем погоди значит пока следующей комнате казалось было много сундуков сокровища на его это не впечатлило от чего кого там что не впечатлило тех сундуках ничего не было клянусь архонтом следуйте основным положением чего чё пустые сундуки что я же говорил там жизнь ничего я не подумал об этом блин я не успеваю уловить полностью суть повествования потому что блин не успеваю дочитать книжку а ну да понятно то есть не успеваю дочитайте текста блин проломиться сквозь пол что ли да молодец гениально работа че же чемпорт делал нет так и 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 таким отряда конечно долго буду убивать вообще не предназначен для боя отряд я знал бы ладно знал бы где салонку подстелить давно буш постелил теперь поздняк метаться проблем еще в том что но или не умеет генерировать энергию а у меня персонажа здесь которые могли бы генерировать ее нету так-то ноль бы в ульте могла бы тут всех нагнуть конечно быстро но эту ульту еще собрать надо суметь а с таким отрядом ульту попробую к собери для но и наша сама-то нихрена его не генерирует ее энергию так ладно для этого ты не это банды мы сейчас ульту пока не будем вязать все равно тут уже почти добил было глупо и сейчас ее тут потратить когда-то впереди у нас может ожидать более серьезные противники свежие поэтому этих мы сейчас так добил дому чем точнее их дому чем сами замучаемся все наконец-то от этих избавились от этих то мы избавились фига и вообще сюда припёрся должно быть именно здесь находится информация ниндзя они у блин дураки надо было сразу вылазить и не читать все равно уж не успеваю дочитать какой смысл там него так погоди а это вот сюда вот мы должны были по итогу тасс привели прийти все равно это должно быть то самое деле нельзя начал поиски он нашел информацию теперь он может вернуться в при выступить к своим обязанностям а там что я еще у нет враги обнаружили вы окружили со всех сторон диндзя почувствовал что ему пора отступать сейчас сейчас чтоб я до отступал пусть даже я не готов к бою тушеных не значит я буду отступать ну ладно а вот теперь ультанем часа да блин да блин не убивай не убивай минули блин надо было поближе подойти зажимем тебя нет не зажимается зараза такая вообще по сути получается но или сейчас в соло долбит его потому что остальное отряд у меня вообще даже не то что не про не собран у меня даже не прокачан то что по сути у меня но сейчас вообще в соло убивает их всех единственная польза от других персонажей в том что они хоть немного регенит ей уту я уже понял что нельзя было не превзойден бойцом он победил всех врагов а глядя в поверженных врагов нельзя подумал что ему действительно пора уходить да и даже награды нет никакой херня это твой рассказ я половины не понял но и все равно херня полная и плюс еще херня потому что разработчики не дай не дают мне дочитать текст я не успеваю чё не понял отслеживать ладно на этом мы закончим я никогда так не уставал неужели эта история должна быть такой сложной вот что получается когда ты не продумываешь все заранее без структуры повествования различные элементы просто сталкиваются друг с другом когда это происходит ты полностью потеряешь контроль над сюжетом ты выдохнешься чтобы ты не писал ладно ладно у меня не осталось сил спорить с тобой путешественница спасибо что рассудила нас я извлек многое из этой ситуации примета как знак моей благодарности я напишу больше в ближайшее время средство повествования или сюжет что важнее сомневаюсь что ему что-то это поможет сомневаюсь что он сильно поумнеет конечно так а что мы в награду получили опыт жмот хотя бы достижение есть дослушайте историю динкете до конца а ее можно было не до конца дослушать что ли так награда репутации надзума давайте мы тогда сразу сдадим и мне там по моему останется еще один квест репутационный если я не ошибаюсь или я ошибаюсь по моему там у меня еще один репутационный квест останется какой-то забыл какой а ну да следы на руками еще останутся вот это же связано с ежедневными заданиями только это уже от кошки на я ко мне надо караулись квест но я их уже месяц не могу скоро улететь и квеста ладно на этом можно и заканчивать всем спасибо всем пока